В эфире новости Карелии. В студии Анжела Маркевич. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Помогаю не потому, что могу, а потому, что не могу иначе. Стараюсь не упускать возможности помочь тому, кто в этом нуждается. Мы вместе. В Петрозаводске продолжает работу волонтерский штаб помощи. Может быть, кого-то приходится выгонять как-то? Или не следите за этим вообще? Следим, конечно. Но сейчас нет. Нарушения есть, проверки продолжаются. Сколько на самом деле пассажиров берут петрозаводские маршрутчики? Мгновенная карма. Машина воров провалилась в люк, с которого они только что украли крышку. Жертв коронавируса в Карелии прибавилось. Подтверждены еще три летальных исхода. От ковида скончались трое петрозаводчан. Мужчины 1954 и 1927 годов рождения и женщина 35 года рождения. Не радует и статистика заболеваемости. Количество инфицированных никак не идет на спад. Сегодня, 25 ноября, 351 новый подтвержденный случай ковида. В стационарах республики сейчас проходят лечение 715 человек. Девять из них находятся на искусственной вентиляции легких. Тем временем в больнице Карелии начали поставлять лекарства для пациентов с коронавирусом. Также препараты для лечения ковида, а это фавипиравир, парацетамол, интерферон, альфа-2б и амоксиклав уже поступили в Петрозаводские поликлиники номер 1, 2 и 4 и в клинику РЖД медицина. Они предназначены для пациентов на амбулаторном лечении. На эти цели республика получила из федерального центра больше 23 миллионов рублей. Вопросы обеспечения специальными препаратами медицинских учреждений, а также наличие этих лекарств в аптеках, обсудили на совещании в режиме ВКС. Его провел глава республики. Руководители нескольких аптечных сетей рассказали о том, что есть перебои с поставками препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Небольшие партии лекарств раскупают в течение одного-двух дней. Минздрав Карелии обратился к оптовикам с просьбой о содействии в поставке лекарств в аптечные сети республики для розничной торговли. По итогам совещания Артур Парфенчиков поручил Министерству экономического развития совместно с Минздравом Карелии и отработать с производителями лекарств вопросы прямых оптовых поставок противовирусных препаратов в республику. В Петрозаводске продолжает работу волонтерский штаб помощи «Мы вместе». Его участники помогают пенсионерам и маломобильным гражданам в период пандемии. Доставляют продукты и лекарства на дом. За работой добровольцев понаблюдал Даниил Филин. В штаб поступила заявка. Пожилая петрозаводчанка просит доставить лекарства. Сама не может из-за состояния здоровья. Волонтеры перезванивают ей и уточняют детали. Меня зовут Анна. Волонтер штаба помощи пожилым людям в городе Петрозаводске вас беспокоит. Звоню вам по вашей заявке на горячую линию по доставке лекарств. Добровольцы помогают пенсионерам и маломобильным горожанам. После заявки свободного волонтера отправляют в магазин за продуктами или, как в нашем случае, в поликлинику за лекарствами. Обязательно в перчатках, маске и защитном экране. Препарат обрабатывают антисептиком, причем дважды. Сразу при получении и перед тем, как отдать его пожилому человеку. Передача тоже происходит по всем санитарным нормам. Через герметичный контейнер. Никакого контакта. И таких заявок волонтеры обрабатывают по 10 в день. У Анны это уже третья поездка за сегодня. Наверное, такой ответ. Помогаю не потому, что могу, а потому, что не могу иначе. Стараюсь не упускать возможности помочь тому, кто в этом нуждается. Поэтому, когда еще в марте, в первый раз, эта акция начала функционировать, подала заявку, прошла обучение и стала помогать людям получать продукты, лекарства, те, которые в сложной ситуации нуждаются. Стать добровольцем несложно. Нужно пройти небольшое обучение на сайте, посмотреть видеолекцию и пройти тест. И остается только собеседование с руководителями штаба. Мы с ними в онлайн-форуме еще встречаемся. И проводим инструктаж по всем алгоритмам, по правилам помощи, которые мы здесь выстроили. Как весь процесс происходит, что нужно будет сделать. В дальнейшем они приходят сюда, получают здесь средства индивидуальной защиты, подписывают все необходимые документы и только после этого приступают к помощи. Сегодня в штабе работают 30 волонтеров. Если вы не можете выйти из дома, то попросить доставку лекарств или продуктов можно по телефону 8 800 200 ровно 34 11. Даниил Филин, Сергей Беляев, Служба новостей. Карельские власти продолжают рейды по проверке общественных мест и транспорта Петрозаводска. В этот раз сотрудники надзорных органов увидели, как в городских автобусах соблюдаются ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кто и каким образом не выполняет распоряжение главы Карелии, узнал Илья Лопухин. Проверку транспорта сотрудники ГИБДД и Минтранса начали с улицы Чапаева. Здесь в загруженное вечернее время в автобусах разных маршрутов выявили сразу ряд нарушений. Ярко освещенные салоны автобусов были переполнены. По правилам, количество пассажиров должно быть равно числу мест, стоя люди ехать не могут. Не везде соблюдались и другие противоэпидемиологические требования. Участники рейда фиксировали отсутствие дозаторов для дезинфекции рук и возможности бесконтактной оплаты проезда. За полчаса в пяти автобусах выявили нарушения. По словам одного из шоферов, установку брать пассажиров сверх нормы дала сама организация перевозчик. Другие водители переполненных автобусов продолжали утверждать, что не допускают в салон больше людей, чем положено. Ознакомьтесь, пожалуйста, с актом. Смотрите, маска у вас имеется, значит, антисептик у вас имеется, а соблюдение установленного ограничения у вас, к сожалению, здесь не имеется. Смотрите, чтобы лишнее количество, большее количество людей заходило в автобус. Может быть, кого-то приходится выгонять как-то? Или не следите за этим вообще? По факту всех нарушений составлены и переданы в суд протоколы. Пока перевозчикам удавалось избежать денежных штрафов. Однако, по мнению проверяющих, пренебрежение здоровьем граждан не должно оставаться безнаказанным. В настоящее время, по вчерашнему конкретно виду, составлено 6 материалов, которые сегодня лягут в основу протоколов соответствующих. Как только первая транспортная компания получит штраф в размере от 100 тысяч рублей, я думаю, что все эти нарушения прекратятся сами собой, потому что эта работа начала проводиться очень недавно по юридическим лицам именно. И вот как только штрафные санкции появятся, соответственно, тут же и с водителями будет проведена соответствующая работа. Впрочем, многие пассажиры новые меры тоже игнорируют и продолжают ездить в переполненных автобусах. Это все непродуманное решение. Хотя, на самом деле, конечно же, общественный транспорт остается одним из самых главных источников заражения. Это безусловно. То, что предпринимаются какие-то решения по этому поводу, до этого были все очень толковые решения. Но вот эти вот по поводу транспорта, они просто непродуманные на наш взгляд. Вот и все. Нужно два автобуса подряд. Соответственно, второй водитель, соответственно, дополнительный бензин и так далее. То есть частники, которые делают такие поездки, им это все невыгодно. А людей вот так вот взять и выгонять на улицу, оставлять без возможности доехать на работу, это, конечно, проблема большая. По мнению местных жителей, не стоит уповать на то, что организации-перевозчики ведут дополнительные экипажи за свой счет, а частные компании добровольно обеспечат автобусы для своих сотрудников. Решением проблемы горожане видят только в переводе граждан на удаленную работу и учебу. Тогда необходимость ехать в переполненном автобусе отпадет. Илья Лопухин, Владислав Будников, Станислав Шведов, Служба новостей. Слово «Карелия» в ближайшие дни будет регулярно звучать на многих языках. Республика принимает форум приграничного сотрудничества «Culture Update». Специалисты со всего Европейского Севера расскажут о совместных проектах России и ЕС. Что для иностранных коллег приготовили наши деятели культуры, узнал Данил Чиненов. Номера на финском, карельском, вепском и русском языках. От исполнения Катюши Акапелла до чтения рэпа. Такой концерт Национальный театр Республики Карелия приготовил для участников проекта приграничного сотрудничества России и Европейского Союза. На открытии международного форума «Апдейт культуры» специалисты со всего Европейского Севера обсудили, как в ближайшие годы будут сотрудничать Карелия и страны ЕС. Хотел бы выразить благодарность за то, что вы меня пригласили принять участие в этом круглом столе. Большинство иностранных участников присоединились к форуму по видеосвязи. А в Петрозаводске на открытие форума собрались представители главных центров культуры Карелии. Очень важно поделиться опытом, который имеет музей-заповедник Кижи. Это взаимодействие с коллегами, которые работают в приграничных территориях Финляндии. Потому что этот опыт действительно очень уникальный. И он длительный. С 2011 года мы ведем серьезную работу. Карельские мастера имеют богатый опыт реставрации. За состоянием памятников деревянного зодчества, в том числе и на острове Кижи, постоянно следят. Сейчас музей-заповедник сотрудничает с коллегами из финского Оулу. В сфере их взаимных интересов – вопросы сохранения объектов традиционной архитектуры прошлого. А в Музыкальном театре Республики демонстрируют танцевальные традиции. На форуме его сотрудники представили фестиваль «Норддэнс». Фестиваль объединил молодые силы танцовщиков из Норвегии, Финляндии и России. Фестиваль проходил в 2019 году, в июне месяце. И мы надеемся, что он будет регулярным. И эпидемиологическая ситуация этому не помешает. И мы сможем провести его еще раз в 2021 году. Карелия и Европейский Союз сотрудничают не один десяток лет. Идею этого форума вынашивали с 2013 года. Сегодня говорилось о том, что еврорегиону Карелии уже 20 лет. В рамках данной программы реализовано огромное количество проектов. И создание этнокультурных центров, и арт-резиденции, и театральная сеть. Произведены работы по развитию музейных организаций. Форум принимают не только в Петрозаводске. Приграничный город Сартовала тоже стал его частью. Встречи и культурные события проведут с 24 по 28 ноября. Послы европейских государств сообщили о желании продолжать сотрудничество с Карелией. Осталось лишь дождаться открытия границ. Данил Чиненов, Борис Касьянов, Владислав Петров, Служба новостей. Автоспецтранс жителям Карелии простит некоторые долги. В Петрозаводске стартует фестиваль «Зимние фонтаны». А Лахденпохья прославилась банями. Об этом и не только. Коротко. Региональный оператор автоспецтранс готов простить физическим лицам долги. Жители Карелии будут освобождены от уплаты пени, если задолженность по услуге вывоза мусора составляет не более трех месяцев, и все долги будут погашены до 20 декабря. Британская компания BBC включила уроженку Петрозаводска, Оксану Пушкину, в список 100 женщин года. Депутата Государственной Думы Пушкина отметили как сильного лидера, не боящегося отстаивать свою позицию. Режиссер и создатель инклюзивных проектов Владимир Рудак стал финалистом премии мира в номинации «Вопреки». Жюри отметило произведения, посвященные теме реабилитации через кинематограф, а также реализации культурных проектов людей с ограниченными возможностями здоровья. Лахденпохья вошла в топ-8 банных направлений для новогоднего отдыха. Специалисты популярного сервиса составили рейтинг на основании количества броней в населенных пунктах, где туристы запрашивают услуги бани и сауны. Юбилейный фестиваль «Зимние фонтаны» стартует 6 декабря. Регистрация участников начнется 1 декабря на стадионе «Юность». В течение фестиваля будут засчитываться выходы на дистанцию как на лыжах, так и пешком. Пальмы, фикусы, цитрусы, аморилисы, инжир, авокадо. Всего около 200 видов различных растений круглый год радуют посетителей Петрозаводской эко-биостанции в центре Кима Андреева. Однако знаменитая теплица давно нуждается в реконструкции. Виктория Швецова встретилась с сотрудниками центра и увидела проект обновленной оранжереи. Экологобиологический центр имени Кима Андреева расположен в центре Петрозаводска. Со всех сторон он окружен многоэтажными домами, потому представляет собой настоящий островок природы, очень популярный у детей не только города, но и республики. За год центр посещают около 7 тысяч школьников. Круглый год здесь проводятся различные эко-мероприятия. На территории центра есть зоопарк, зендрарий, сад и оранжерея, в которой собраны более 200 видов растений тропических и субтропических зон. Спатифилумы, хомеропсис пальма, различные пиллеи. Даже папоротники у нас есть, пожалуйста, вот на перпетерис критский. Оранжерею построили около 50 лет назад, и она давно нуждается в реконструкции. Растения находятся в приподнятом состоянии в коробах на уровне пояса. Это не слишком удобно с точки зрения ухода за ними. К тому же ограничивает многолетники в росте. Почвы в таких конструкциях совсем мало. Мы планируем опустить растения полностью на пол, сделать им больше грунта, ближе к естественным условиям, что называется, их привезти. Кроме того, мы хотим все-таки по возможности сделать более декоративный вариант, островками оформить нашу оранжерею. Возможно, даже получится эти островки делать тематическими. Есть и другие проблемы. В оранжерея старый каркас, он стал пропускать флагу. Этим летом центр посещал Артур Парфенчиков. Осмотрел территорию и принял решение помочь экостанции. Тогда министерством образования были выделены деньги на недостающие стеклопакеты, в том числе на большие окна в лестничных пролетах. Руководитель региона распорядился подготовить планы дальнейших работ, в том числе капремонта здания. Сегодня разработаны проектно-сметные документации на замену крыши и на реконструкцию теплицы, которая тоже очень старенькая, и мы очень давно хотели ее отреставрировать. Проектов, как сегодня может выглядеть теплица и крыша, несколько. В оранжереи планируется не только отреставрировать купол, но и расширить пространство. Это позволит разделить рабочую и экскурсионную зоны. Самое важное – это, конечно, поднять ее наверх и заменить купол сам. То есть вот эта часть, она у нас уже очень старенькая и низенькая. То есть если нам это удастся, это будет прекрасно очень. И расширить пространство. Для крыши здания уже подготовлена необходимая проектно-сметная документация. Проекты реконструкции обещают рассмотреть в будущем году. Виктория Швецова, Сергей Беляев, Служба новостей. В Петрозаводске злоумышленники узнали, что такое мгновенная карма. Молодые люди украли крышку люка и сами же в него провалились. Этот курьезный случай произошел на Первомайском проспекте у дома номер 42. Средь бела дня горе-воришки сняли крышку люка и погрузили ее в багажник машины. Автомобиль, стоявший на дороге с наклоном, откатился и попал колесом в открытый колодец. Выбраться из собственной ловушки молодые люди не смогли. На помощь пришли жильцы дома. Возможно, они не знали, с кем имеют дело. Но ворам снова не повезло. Их проделки запечатлела камера уличного видеонаблюдения. Запись уже передана в полицию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И на сегодня это все новости. Всего вам доброго и до встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА